Повесть Распутина Дарья Мороз и Михаил Ивланов Главная героиня повести – молодая женщина по имени Настена Сирота воспитывала в доме своей тетки, не зная ни любви, ни даже просто хорошего обращения С ранних лет Настена была вынуждена много работать, чтобы не быть на хлебнице в чужом доме Когда Андрей Гуськов предложил девушке выйти за него замуж, она, не раздумываясь, приняла его предложение Настена никогда не любила мужа, но была уверена в том, что в браке обретет счастье, которого не имела в детские годы За несколько лет совместной жизни в семье Гуськовых так и не появилось детей Андрей обвинял в этом жену, Настена постоянно чувствовала себя виноватой Глава семьи уезжает на фронт Молодая жена получает письма от супруга, но однажды к ней пришли милиционеры председателя сердцевета Андрей пропал без вести, его подозревают в десертирстве Когда из бани пропал топор, молодая жена сразу поняла, что муж вернулся домой Через некоторое время встреча супруга все-таки состоялась Она показалась Настене наваждением, кошмарным сном Суеверная женщина была уверена в том, что человек, встреченный ею в бане, был не ее мужем, а оборотнем Настена долго сомневалась в реальности всего произошедшего ночью, полагая, что ей это все только приснилось Впоследствии Андрей объяснил жене, что он не убийца и не предатель Он не совершил никакого преступления Причина его десертирства стала слишком ранняя выписка из госпиталя Гуськов должен был отправиться обратно на фронт, несмотря на то, что лечение еще не было окончено Андрей понимает, что его действия будут расценены властями как одно из самых страшных преступлений Но не хочет каким бы то ни было способом исправить ситуацию Настена тщательно скрывает от Настюльчан незаконное возвращение супруга Молодая женщина по-прежнему не любит своего мужа, лгать ее заставляет чувство долга Долгожданная беременность становится неожиданной радостью для Гуськовых Ради мужа и будущего ребенка Настена готова терпеть еще большие тяготы Беременность не принесла ей радость Отсутствие мужа и наличие ребенка могут означать только одно Настена изменила Андрею Если же это не так, значит Гуськов вернулся Что в свою очередь указывает на его дезертирство Настена согласна на то, чтобы ее считали неверной женой Если это поможет ей спасти мужа Молодая женщина сталкивается с ненавистью и презрением окружающих Узнав о том, что сноха беременна, свекров немедленно выгоняет ее из дома Отчаяние приводит Настена к самоубийству Молодая женщина бросается в ангару Не получив в детстве любви и ласки, главная героиня мечтает о собственной семье Где она была бы хозяйкой У Настены нет времени ждать настоящую любовь Она хочет как можно скорее уйти из теткиного дома И принимает предложение руки и сердца от нелюбимого мужчины Основная черта характера главной героини это чувство долга Настена знает о том, что должна быть замужем Должна иметь детей, должна быть верной и преданной женой своему мужу В этом ее предназначение И она не видит свою жизнь по-другому Когда Андрей оказывается в беде Настена прилагает все усилия для того, чтобы помочь ему Молодая женщина все-таки не любит своего мужа Но Андрей ее единственный близкий человек, которого она не хочет терять Мечта о настоящем счастье кажется Настене особенно близкой после того, как она узнает о своей беременности Теперь у нее будет полноценная семья И она уже не станет считать себя ущербной женщиной Но в какой-то момент главная героиня понимает, что на сей раз счастье пройдет мимо Долгожданный ребенок был зачат не в самое подходящее время Он принесет горе вместо радости Чувство долга заставляет Настену жестоко страдать Она выполнила свой долг перед мужем, но предала при этом родину Видя, как в другие семьи приносят похоронки, Настена упрекает себя за то, что вдовой вместо нее стала другая женщина Ее муж жив только потому, что погибли чужие мужья Настене это кажется несправедливым Оказавшись в безвыходном положении, главная героиня видит единственное решение своей проблемы Тем не менее, автор не хочет, чтобы Настены считали самоубийцей Пытаясь оправдать свою героиню, он говорит о том, что молодая женщина просто очень устала Она искала отдыха, а не смерти В отличие от своей жены, Андрей не обременен чистым долгом Его вполне можно назвать безответственным человеком Андрей живет для себя и только ради себя Он признает только собственную правду В отсутствие детей главный герой в первую очередь винит свою жену Он не считает себя ни дезертиром, ни предателем Андрей убежал из госпиталя потому, что его хотели отправить на фронт раньше времени Он просто спасал свою жизнь и никого не собирался предавать Кроме того, он всего лишь крестьянин, а не воин Андрей родился не для того, чтобы убивать других людей Гуськов эгоистично принимает все жертвы своей жены Даже не задумываясь о том, на какие страдания обрекают ее своими действиями Переложив все свои проблемы на слабую хрупкую Настену, Андрей делает то, что считает нужным Страдание жены для него ничего не значит Она женщина, ее удел терпеть Несмотря на то, что беременная жена только усугубила сложившуюся ситуацию Андрей не чувствует никакого раскаяния И не винит себя в том, что зачал ребенка в таких непростых обстоятельствах Он наконец-то получил то, чего давно хотел Желание следовать долгу может быть оправдано не всегда Стремление постоянно отдавать безвозмездно не менее губительно Чем постоянное стремление безответно принимать жертву Нарушая энергетический баланс, и дающий, и берущий остаются в проигрыше Жизнь простых русских людей представил в своей повести Валентин Распутин Живи и помни, краткое содержание этого произведения Едва ли способно передать всю палитру чувств, испытываемых героями Не уникальная история Женщин и мужчин, подобных Настене и Андрею, в годы Великой Отечественной войны было немало Автор не осуждает своих героев, не выносит им суровых приговоров Настена отказалась выдать властям нелюбимого мужа Она хотела быть счастливой, несмотря ни на что Не стоит осуждать и Андрея Он родился не для того, чтобы убивать и разрушать Миссия простого крестьянина – созидательный труд Андрей не считает себя предателем, потому что всегда служил Родине другим способом Он возделывал землю, как это делали его предки Главный герой уверен в том, что не он предал Родину, а Родина в чем-то предала его Он долго воевал, был ранен и надеялся на отпуск, во время которого он мог бы побыть со своей семьей и залечить ранение Но вместо этого Андрею вновь придется отправиться на ненавистную войну Ужасы кровавой бойни пробуждают в человеке инстинкт самосохранения Один из самых древних человеческих инстинктов Чем меньше шансов на жизнь остается у человека, тем сильнее его желание остаться в живых С вами был книжный сайт Реальные книги Следите за нашими следующими выпусками Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok